Девушки отдыхают На самом деле холодная температура может привести к совершенно противоположному эффекту, а образующийся конденсат к коррозии. Любите горячие бутерброды по утрам? Легенда гласит, если привести тостер в лежачее положение и вставить в него ломтики хлеба с сыром, то тостер и хлеб поджарит и сыр расплавит. На практике вы не только создадите пожароопасную ситуацию, но и добавите себе лишний хлопот. Если сыр не вычищет внутрь тостера, то запросто может испачкать все вокруг, выпрыгнув из него вместе с хлебом. Еще один кухонный лайфхак обещает нам, что деревянная ложка вполне способна предотвратить выкипание воды, молока или супа. Достаточно положить ее на кастрюлю и можно спокойно заниматься своими делами. На практике, если вы готовите на сильном огне, кипящая вода просто сбросит ложку и вам придется потратить не один час, чтобы очистить плиту. Кстати, об очистителях. Популярный в интернете совет о том, что если смешать соду и уксус, то получится волшебное чистящее средство, тоже оказался неработающим. По отдельности, они действительно способны на многое, но вместе соду и уксус, кроме забавного шипения пузырьков, ни на что не годятся. Царапины на экране смартфона это всегда неприятно. Для тех, кто не хочет тратиться на полировочную пасту, умельцы придумали нехитрый трюк зубной. Наносите мятную свежесть на ватный диск и втираете вместо повреждения. Нет, чуда определенно не произойдет. Вместо того, чтобы исчезнуть, царапины станут еще заметнее. В погоне за красотой девушки способны, если не на все, то на очень многое, поэтому не обойтись нам и без бьюти-лайфхаков. Но не все они могут быть безопасны. В интернете можно встретить совет. В качестве фиксатора макияжа применяйте лак для волос. Не хотим вас огорчать, но косметические средства лучше все же использовать по назначению. Данный лайфхак не добавит стойкости макияжу, но может украсить ваше лицо раздражением и даже аллергической сыпью. Все обладательницы жирной и комбинированной кожи знают, как тяжело поддерживать ее матовость в течение дня. На помощь им пришли бьюти-блогеры, заявившие, что если обработать лицо дезодорантом до нанесения основы под макияж, появление сального блеска сведется к минимуму, а стойкость макияжа продлится аж 24 часа. Дарматологи, в свою очередь, категорически против таких советов. Забитые поры и появление высыпаний еще никого не украшали. Ну и, наконец, один из любимых лайфхаков Инстаграма. Надоелся от помады и хочется чего-то новенького? Используйте тени. Кремовые или жидкие – неважно. Итог один – макияж не продержится долго, тени начнут сушить губы и скатываться. Существует множество действительно полезных лайфхаков, но прежде чем пробовать что-то новое, не поленитесь и почитайте отзывы в интернете. Это поможет вам сберечь время, нервы и здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова